Всем привет! Я, с вашего позволения, немножечко расскажу про Таиланд. Путешествие в этот раз получилось, ну, вернее, как это же гастротур был-то впервые. Возможно, мы будем делать еще, возможно, нет, мы пока решаем, не знаем. Но смысл в том, что Тай, конечно, страна, которая... Ну, люди не зря кайфуют от Таиланда, и русские не зря там покупают недвижимость. Потому что как раз вот тот факт, что на земле есть рай, и он в Таиланде, вот это да. Я, кстати, сегодня хочу приготовить, приготовить свое любимое блюдо. По ингредиентам на столе не очень понятно, что это такое. Но я думаю, что я просто не достал, не открыл, вернее, фарш. Мое самое любимое блюдо, это салат из фарша с зеленым базиликом. В моем случае я люблю с куриным фаршем, он бывает еще и со свининой. Говядина не очень популярное мясо и не очень популярный, так сказать, ингредиент в Таиланде. Хотя тоже присутствует. Мусульмане говорят, непонятно же, где мусульмане, не мусульмане. Подходишь, спрашиваешь, а из чего шелычки они такие из говядины? Ты такой, а, я думал, со свининой они такие. Брат, ты мой мусульманин, мы не можем свинину. И хочешь сказать, на те же не написано, что ты мусульманин. Нет, если есть чепчик или женщина обвязанная, тут понятно, да, мусульманская тема. А когда непонятно, тогда и непонятно из чего шашлычок. Так и с этим салатом. Я предпочитаю его из курицы. Многие с удовольствием тайцы едят со свининой. Поэтому, для того, чтобы начать все это делать, я, значит, пару листочков кафирского лайма освобождаю от плодоножки, для того, чтобы раскрылся аромат. Все лишнее выбрасываю, оставшиеся листочки откладываю, а те, которые есть, аккуратно, но мелко рублю. Для чего? Сейчас все поймете. Значит, мне все это понадобится в ступке. Я буду это толочь. Если вот такие вот вещи, значит, не резать, не помогать, тогда будет очень трудно их превратить в однородную массу. Делаю все на глаз, потому что вообще тайская еда, это, конечно же, ночные маркеты. Или маркеты, которые открываются с 5, там, до 8.30, до 9 часов вечера. И буквально 4 часа есть возможность попробовать все самое вкусное. Кстати, очень крутой night market был в Чиангмайе. Мы, это же целый night market, в котором через один прям, он сделан, знаете, так, посадочная зона, кофе у меня не перекипит, посадочная зона огромная, да? А по краям находятся ларечки. Через каждый ларечек, вот эти hot pot, глиняные горшки, которые стоят на углях, кипит у них куриный бульон, тебе дают целый тазик вот такой еды. Ты туда забрасываешь, ну, там она мысная тарелка, может быть, или морепродукты с креветочками. Ты бросаешь. И огромный тазик с зеленью такой, там, базилик, ростки соевые. Все это закидываешь туда, это все подкипает, тут же достаешь, чуть-чуть добавляешь соус, ешь. Очень крутой был night market, очень-очень крутой. Вот это, кстати, одно из самых ярких моих впечатлений, когда ты понимаешь, что еда может быть вкусной на улице. И, кстати, тайцы очень чистоплотный народ. Не могу сказать, что в отличие от индусов, индусы тоже очень нормально следят. Главное, следить за чем. Вот на улице кто-то чем-то торгует вкусным, да? Вот стоят люди туда, значит, нужно встать за тайцами. Если тайцы стоят, значит, они знают. Местные тайцы всегда ходят, выбирают, как и мы, своих торговцев или тех людей, которые кормят их, которые им продают какой-либо товар. Ты четко понимаешь и выбираешь тех, с кем ты хочешь, так сказать, жить, сосуществовать. Ну и, соответственно, понятно, нужно смотреть, чтобы тайцы стояли в очереди. Тогда ты получишь самый лучший продукт. И переживание на тему того, что там, ой, отравишься, не отравишься, на улице есть нельзя. Все это такая условная вообще вещь. Люди травятся и не на улице, люди травятся и в ресторанах. И люди травятся на улицах. Это я же всегда говорю. Взял аптечку с собой в Азию, сто процентов воспользуешься. Это же истина такая. Я 10 лет путешествовал по Индии. Я вас уверяю, за 10 лет у меня было всего лишь одно отравление. Одно отравление на Даманских островах. Я же тоже человек. Я же не какое-то сверхсовременное божественное существо. Нет. Ну, возможно, что-то в этом есть. Но главное, что я тоже подвержен отравлениям различным. Не различным, а пищевым. Потому что алкоголь я 2 года не пью, поэтому исключаю из своего лексикона. Алкогольное отравление только пищевое. Я тогда, помню, на Андаманских островах съел рыбу. Я выковырил глазик и щечку. Все ели эту рыбу. Блевал только я. Просто двое суток не переставая. О-о-о. Кофеечек. В турочке. По-настоящему. Я, кстати, вот, хоть и не был во Вьетнаме, но обожаю, когда вот вьетнамцы ставят этот свой кофефильтр, наливают в стаканчик сгущенки, и потом, оп, с кофефильтра стекает кофе в стакан. Сгущенка внизу. Я, кстати, краснодарской пользуюсь. Не буду говорить, какой бренд. Очень вкусная. И все. Потом нужно всего лишь навсего размешать. И это будет очень вкусный кофе. Хотя сейчас уже все привыкли к тому, что туда льют какое-то спецмолоко, которое взбивается, чтобы пенка была из молока в определенных капучинатрах. Со сгущенным молоком кофе в 100 раз вкуснее. Да, и вы, кстати, все время пишите, спрашиваете, что я пью. Я пью либо заварной кофе, в чайнике завариваю его, и потом удобно наливать просто. И оно не так быстро остывает. Вот тот самый медный чайничек. Либо сюда пуэрчик завариваю, либо сюда делаю чай, обычный, черный, индийский, из Индии привезенный. С травками нашими, сибирскими, алтайскими. Либо, да и все, больше ничего такого не пью. Что у меня здесь в ступке? Как вы уже видели, пока я долго болтал. Галангал, имбирь, лимонграсс, листья лайма кафирского, и чили перчик. Вот он, чуть не потерял его. Все, начинаем вместе это перетирать. Кстати, ступка у меня с Бали привезенная. Пять лет назад. А, вру! Не пять лет назад. Это был десятый год. Десять лет назад. Мы как раз в свадебное путешествие поехали на Бали. Мелко делаем такую наподобие пасты, да, для этого блюда. Самое сложное, это приготовить основу. Потому что потом все в три секунды. Для вас, конечно, будет, наверное, таким странным вопросом, что салатного здесь в салате. 95% мяса и заправка с листьями базилика. Когда-то давным-давно, когда я начинал свою карьеру, еще в 2007 году, я у одного, я не помню, как зовут сейчас шефа, учился у него. Он работал много лет в Таиланде. Я тогда помню вот этот салат, почему я много лет его люблю и сейчас вам его показываю. Потому что я его много лет готовлю. Он совершенно божественный. Из куриного или свиного фарша. Я предплечье накачался, и мне кажется, это самое, знаете, как у кондитера. Кондитеры много же работают венчиком, и когда порой бывает, ну, удается поздороваться, аж кости хрустят. Потому что предплечье настолько сильное у кондитеров. Так у меня с этими ступками накачал себе. Получается вот такая вот большая чайная ложка с горой из корешков. Ну и, соответственно, с добавлением тут лука и всего прочего. Листьями лайма и травками-муравками. Остроты мало. Мы сделаем так. Маленький-маленький перчик. Бросим на сковородочку, и все. Потом кому-то он попадется, и будет... Пу-пу! Так, маленький лучок, который, кстати, я припер из Таиланда. Не знаю, как эти люди его чистят. Это просто реальный геморрой его чистить. Но зато он маленький, шалотик. Как в старорусские времена, в древних книгах, ну, древних условно, конец 19-го, начало 20-го века, там у Малаховец везде. Эшалот. Режем лучок. По сути, ну, так, знаете, просто покрошить. Вообще, это блюдо делается без масла. Этот салат делается без масла. Раздавлю перчик, отправляю сюда лучок и добавляю сюда ложечку сахара. Неполную, без горки. Тайская кухня без сахара. Ноу. Ноу. Не бывает. И все, как бы обжариваем слегка лучок вместе с сахаром. Лимонный сок. Не лимонный, а лаймовый. Чуть не ошибся. Значит, лаймовый сок. И сахарок карамелизуется. И лучок слегка обжаривается. Быстренько нужно выдавить сок. Основа тайской кухни это сок лайма. Травки, муравки, корешки, лук, шалот, сахар. И рыбный соус. Теперь закидываем сюда фарш. Фарш куриный я рубил сам. Делал его из грудки. Ну, вы знаете, по странному стечению обстоятельств я в Таиланде вообще не видел, чтобы из чего-то другого готовили блюдо. Из каких-либо частей курицы. Окорочка и голени всегда идут на гриль. А все остальное, супы, и в частности этот салат, делается из куриной грудки. Значит, этот салат должен быть не жареный. Поэтому я убрал сразу температуру и добавлю чуточку куриного бульона. Ну, или воды просто можно добавить. Прямо одну чайную, ой, столовую ложку. Все, теперь нужно все это размять. Разминаем, 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 чтобы фарш у нас превратился в фарш. Бульон тут же испаряется. Смысл в чем? Не давать жариться, но должна быть термообработка. Еще немножко добавлю фарш и еще немножко все буду перемешивать. Теперь у нас еще ничего не готово, но мы уже должны перед самым финалом приготовления все скрести со ступки и все уже перемешивать, нагревая куриный фарш вместе с той пастой, которую сделали. Ну, все, как только фарш побелел, у нас не надо его жарить, там, что-то с ним делать тысячу лет. Только побелел, все, схватился. Мне кажется, это гениальная идея вообще. Курица всегда сама по себе мягкая субстанция. Ее не надо жарить там тонну времени. Значит, сок половины лайма уходит у нас сюда. Три чайные ложки рыбного соуса. Но, чтите, он соленый, нужно быть очень-очень аккуратным. Тут же закидываем листья базилика. Прямо целиком, видите, вот так вот. Тут же лук с зеленым колечками. Делаем так, чтобы у нас базилик обварился. По сути, все, салат готов. Только нам нужно попробовать его, для того, чтобы понять, чего не хватает. Не хватает, как всегда, кислоты. Выключаю. Остатки тут у меня переработанного лайма уходят на попытку выжать сок. чеснок. Вот ты сейчас сидишь и пишешь мне комментарии, что это никакой не салат, что это заправка для макарон. Но в каждой стране своя культура, и в Таиланде это салат. А ты возьми и попробуй. Вкусно! Теперь самое главное. Почему я люблю этот салат? Потому что там чеснок. Но не просто чеснок, а вот что с ним нужно сделать. Вот смотрите. Разрезаем его вот так, потом режем, а потом режем, мне нужен кубик, условный кубик, скажем, мелкий-мелкий кубик. Разогреваю сковородочку, ну, на медленном огне. Мне вот даже интересно, вот мы уже столько лет вместе с вами находимся, я вот каждый раз задаю себе вопрос. Если теоретически я бы приготовил, например, ну, что-нибудь такое, знаете, десерт из чеснока. Вот вы бы стали смотреть его? Или написали бы фу, какая гадость? Мы все понимаем, чеснок, да, должен быть везде, но не в десерте же. Хотя в Испании такой шеф, Арзак, фамилия его, вот у него есть десерт в форме чеснока. и со вкусом чеснока. Ну, понятно, что это, конечно же, не аджика грузинская, как вы сейчас могли подумать, но тем не менее, то есть чеснок имеет место быть в десертах. Напишите что-нибудь мне в комменте прикольное, а то мы давно с вами, я не задаю вопросов, а вы мне сами ничего такого прикольного не пишите. В общем, смотрите, что я делаю. Значит, вот эти кубики я наливаю масло. Я наливаю масло обычное, растительное. Ну, так, прилично наливаю. Так, чтобы у нас чеснок плавал. Делаю такой мини-фритюр. И пока оно не сильно нагрелось, я отправляю чеснок кубиком сюда. Цель сделать чеснок фри. В Таиланде они везде даже продают в пакетах этот жареный чеснок. Он, во-первых, хранится довольно долго. Во-вторых, что не посыпешь, все становится вкусным. Вот почему русские любят Таиланд и тайскую кубику. Чеснок, потому что они все блюда посыпают чесноком. Но, кстати, очень мало куда они добавляют внутрь блюда его. Ну, и правильно. Когда в блюдо добавляешь, мы привыкли его добавлять в блюдо, да, и у нас есть определенное сочетание, нас все устраивает. А у них при таком обилии вот этих лемонграссов и всего прочего, то чеснок может быть там теряется. Я даже не знаю, почему они внутрь не добавляют, а сыпят сверху. Но сверху вкуснее. И сверху ты можешь сыпать или не сыпать. У тебя есть выбор. Значит, в масле жарим, 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 жарим. Добавляем туда ничего не добавляем, а добавляем вот сюда. Нужно сито в какую-нибудь емкость. Его главное не пережарить, чтобы он совсем темно-темно-коричневым не стал. Перегорит, будет горьковатый. Еще немножко держу. Чеснок этот лучше заготовить впрок, чтобы он у вас уже был. Итак, значит, берем, выливаем чеснок сюда. Получается чеснок фри. Потом, опа, распределяем, даем остыть, для того, чтобы чеснок высох. Салфетка лишнее масло впитывает, и сохнет чеснок. Он так быстрее сохнет. Высыпаем. Базилика не жалейте. Базилик дает очень классный, классный аромат. Долго будете готовить фарш, будет деревянный слишком. Ну, такой, знаете, суховатый будет казаться. Тайцы его готовят очень-очень быстро. Класс. Теперь берем чеснок, посыпаем. Оп. Больше посыпаем. Можно посыпать кинзой, но вообще так не принято. Подают вот в таком виде. Все. Да, что тут говорить, это же и так понятно, что мой любимый салат. Приятного аппетита. Приготовьте обязательно это блюдо. Обязательно нажмите на колокольчик, если вдруг вы до этого не делали это. Для того, чтобы приходили вам оповещения. У меня новый ролик вышел, ведь день до колокольчик. Оп. Все, вы смотрите. Я радуюсь. вы радуетесь, позвучайте пользу. Это все вроде пользы. Приятного аппетита. До свидания.